Всем привет! Друзья, у нас ремонт продолжается и завтра к нам приедут мастера делать косой балкон, который находится в платошеком комнате. Я вам сейчас более подробно покажу, как он выглядит до ремонта, а потом уже вам покажем, как его сделают, какая получится красота. Вот так сейчас выглядит наш балкон. Антон уже немножко его здесь разбирал. На полу лежит старый винолеум. Балкон обшит дешевым некачественным пластиком, который ломается при любом нажатии. Сейчас я вам покажу стеклопакеты. Раздвижные стеклопакеты тоже ужасные по качеству. Посмотрите, какой сейчас потолок. Вот так все выглядит. Стена Анна, которую Антон уже обдер. Конечно, сейчас это все смотрится просто ужасно. Ужасающе на это все смотреть. Вот так все посмотрите. Через дня четыре, может три, четыре, пять. Это так вот будет у нас уже красивый новый балкон. Мы с Антоном сделали небольшой демонтаж на балконе. И теперь он вот так выглядит. Сняли линолеум. Здесь старая плитка. Все убрали, сняли. Сейчас вынесем часть мусора. Так, смотрите. Вот так все выглядит. Ну, теперь ждем мастеров, которые будут делать нам балкон. Наступил следующий день и нам уже начали делать косой балкон. Сделали полный демонтаж. Посмотрите, плитку все убрали. Балкон полностью весь разобрали. Вот так он сейчас выглядит. Стеклопакеты убрали. И, к сожалению, у нас сегодня целый день идет дождь. Посмотрите, какое затянутое небо. То мелкий дождь, то сильный дождь. Сыро, мокро. И, конечно, неприятно работать в такую погоду на открытом балконе. Балкон с внешней стороны уже обширен. Так что с улицы он уже смотрится хорошо. Вот так все выглядит. Сейчас вам покажу с другой стороны. Потолок, стена. Все убрали. Здесь вот был мертвый голубь. Так же его убрали. А как свежо, зато воздух свежий. Надеемся, что погода в следующие дни нас порадует. И мастера быстро и хорошо сделают свою работу. Потому что, когда тебе капает дождь на спину, мне очень приятно. Да, и стеклопакеты ставить, наверное, нужно, чтобы все было сухо. Они здесь вот сделали сварку. Вот эти вот. Они новые присварили все. Здесь этого не было. Это точно я знаю. На сегодня они свою работу уже закончили. И приедут завтра все будут делать. Друзья, как вы видите, я уже стою на новом балконе. Ура! Нам сделали косой балкон. Сейчас я вам все подробно покажу. Качество, конечно, сейчас не очень. Но, поверьте мне, все светлое и красивое. Итак, стеклопакет. Вот так вот сейчас выглядит. Мы поставили двухкамерные стеклопакеты. Пятипрофильные. По бокам стеклопакеты. Они глухие. Не открываются. Открываются только по центру. С одной и с другой стороны. Все как положено. Вот это зауженная стена. Также мы уже приделали уголки для бельевой веревки. Мы решили сделать обычную сушилку для белья. Она практичная и долговечная. Вот так выглядит стена. Посмотрите, какой красивый цвет. Вот такие вот стены у нас шершавые. Такой нежно-серый цвет. Со стороны комнаты остались старые стеклопакеты. Мы их не меняли. Но сделали откосы новые. Подоконник поменяли. Буду здесь цветочки ставить. Старый стеклопакет я хорошенько вымою. И будет все отлично. Осталось только на балконе прикрепить лампу. И вставить включатель и розетку. Вот провод для лампы. Это сделает все электрик, когда будет вставлять. Так, ну это балкон. Порожек он очень хорошо сделал. Его, смотрите, вот закрепил. Обычно это просто вот приклеивается и все. А он ламинат еще вот хорошенько прикрутил. Чтобы никуда ничего не ездило и не сбивалось. Это, конечно, хорошо и удобно. Так. Вот еще стена. Здесь будет розетка и включатель. Ставим все вот красиво, ровно. Как мне нравится. Цвет обшивки просто. Это Антон выбирал. Он мне предложил. И мне понравилось. Это вот широкая стена. И здесь мы для белья уголок сделали более такой вот длинный. Чтобы веревки немножко будут идти на расширение. С одной стороны там, где идет заужение балкона, будет узко. А с другой стороны здесь будет более широкое расстояние между веревками. Я балдею от этого цвета. Очень красивый, нежный потолок. Блестит. Красиво так, конечно, не сравнится с тем балконом, который у нас был. Приятно, конечно. Здесь ходить, я говорю, Антон, я здесь принесу подушку, одеяло и буду здесь жить. Также вот подоконник новый поставили. А потом очень какие-то еще. Я показала, показала. И ламинат, который мы вам уже показывали. Тоже такой красивый. Просто так все сочетается. Отлично просто. Вот так я покажу, как все сочетается. И плинтус. Мы взяли широкий плинтус. Мы с Антоном очень довольны этим балконом. Мастер молодец. Сделал все отлично, хорошо, быстро. За 4 дня сделал полностью балкон. И то в первый день полностью шел дождь, целый день. А во второй день полдня шел дождь. Но он не сдавался. Здесь мокрый был все тело. Он же сделал сварку и под дождем ее делал. Срезал все новое, ставил. Да, все открывается. Смотрите, какой красивый у нас вид. Небо сегодня. А резиночки серые, а не черные. Да, как мы хотели. Приятно, да. Вот серые резиночки. Все в тон. На проветривание. Ну, все точно. Еще москитная сетка, конечно же, идет. Довольны мы работой. Нам балкон очень нравится. Вот так выглядит балкон с внешней стороны. Голубя убрали, все почистили. Мусор весь вынесли. Теперь балкончик смотрится красиво и снаружи, и внутри. Приятно на такой балкон смотреть и на таком балконе находиться. Балкон готов. Еще один пункт ремонта в нашей квартире выполнен. Ставлю галочку. Друзья, если вы живете в Харькове, и вам нужен хороший мастер по ремонту балкона, пишите мне об этом в комментариях. Ну, а мы дальше продолжаем делать ремонт и будем вам рассказывать о проделанной работе. Кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. Я желаю вам всем всего самого хорошего. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok